привет фриолкер ты слушаешь подкаст о ходьбе в котором я александр мех и мои гости еженедельно выжимаем самый сок из ходьбы помогаем получить заряд энергии порцию полезных рекомендаций а также ощутить себя в кругу единомышленников чтобы продолжать идти вперед советская история что мы ограничиваем себя у нас есть какие-то периоды обязательно нужно до этого времени получить образование а до этого времени родить ребенка до этого времени уже чтобы у тебя была карьера постоянно и потом по наказанной сегодняшняя гостья не только своими словами но и своим примером опровергает представление что все нужно делать вовремя в 23 года начала заниматься балетом а в 34 в составе балетной труппы выступал на гастролях в европе на самом деле о палках мы сегодня очень мало говорили я хочу пригласить тебя провести время в компании автора youtube канала о балете и танцах таня плюс танцы да я пригласил татьяну черненко в гости потому что у нее на канале можно посмотреть про балет тренировки и закулисья но там еще есть множество выпусков которые помогут тебе открыть заново твое тело познакомиться с ним улучшить подвижность и избавиться от боли вот к примеру впечатление татьяны от тренировок с ксения корнячук и когда я пришла к ней на занятия я не почувствовала там я не вспотела я не знаю не ушла там не выползла из зала обычно большинство людей считают я так тоже читала и до сих пор наверное иногда считаю что нужно устать что нужно вспотеть чтобы мышцы заболели и тогда это какой-то эффект будет но вот попробовав сначала на себе ее методику я поняла что это не всегда так приветствую татьяна да здравствуйте всем привет рада быть в гостях в этом подкасте это твой первый опыт насколько я знаю да ну как именно подкаст первый я думаю хорошо как давно тебя вообще преследовало желание одеть красивое платье застянуть пуанты если я правильно выражаюсь и выйти на сцену балериной ну на самом деле мне кажется глубине души все девочки в детстве об этом мечтают не скажу что у меня было какое-то явное желание в детстве чтобы я прям об этом много раз говорила маме или как-то вот такого прямо вспоминания яркого нет из детства я даже когда все случилось со мной я даже удивлялась почему я в детстве об этом не думала то есть такого потребности я из маленького очень города россии и там не было никаких даже кружков балетных там или студии растяжки для детей ничего подобного поэтому я балет в принципе если честно в детстве особо и как-то не не видела не знала и не не бывало не смотрела может поэтому у меня не было такой идеи обычно у детей возникает когда они увидят эти маленьких возникает такая идея когда они увидят в живое выступление вот но все равно все мы знаем там красивые вот эти пачки да какой-то образ все равно как-то у нас формируется не знаю наверное мультфильмы фильмы но вот когда я первый раз вообще увидела рекламу студии бодибалета мне уже было 23 года и я пришла туда чтобы сесть на шпагат то есть не было у меня мечты танцевать в пальцах или выйти на сцену потому что как бы это на самом деле не очень-то реально и как все понимают что нужно заниматься этим начинать в ну максимум в девять лет предпринимают в училищах хореографически до этого там пару лет подготовка у детей вот поэтому а потом все со временем то есть это как аппетит во время еды сначала ты приходишь за одним как каким-то таким образом все так сложилось и случилось что закончилось тем что в прошлом году вот с октября по декабрь я была на гастролях в испании с профессиональной балетной труппой поздравляю тебя это надо очень скажем такое щемящее чувство когда ты приходишь к желанной цели спасибо ну да в этом есть что-то такое я потом все очень много переоценила это помогло мне даже больше наверное вырасти морально как то то есть так как говорят в психологии личностный рост вот я наверное благодаря этому опыту пережила этот рост потому что даже не про балет и не про физическое развитие со своего тела именно про то что я поняла что как бы в принципе все возможно то что тема до нашей беседы сегодня и как бы это наверное ко всему можно жизни применить если очень захотеть просто конечно это очень много усилий и нервов ну кого-то по-разному может быть тоже зависит от человека вот ну да просто у меня есть такое характере что в момент я не всегда этим этим наслаждалась я очень переживала очень старалась вместо того чтобы а вот сейчас я понимаю что надо было кайфовать находясь в испании зимой и радоваться и меньше заморачиваться слушай но у тебя было такое ощущение что вот ты достигла какой-то цели и дальше условно пустота иногда люди медаль выигрывают на пьедестал заходит и у них иногда даже начинается когда депрессия потому что они не понимают куда идти дальше у тебя какие-то дальнейшие планы есть ну вот когда это случилось в прошлом году у меня такого не было потому что во первых я всегда очень любила процесс и вообще считаю что все что смогла достичь к чему я пришла на этом пути это благодаря тому что я действительно искренне очень любила сам процесс самого начала то есть трудности которые я преодолевала и сам как бы процесс тренировки ну у нас это называется там зерсис класс я очень его любила и люблю до сих пор и из-за этого только получилось чего-то добиться потому что я знаю что многие спортсмены вот так то олимпиаду идет они же это они здоровье кладут чтобы именно дойти до олимпиады получить медаль и конечно тогда у них может быть какое-то разочарование потому что ты стоишь там даже на первом месте да это на этом педесталят но ты понимаешь что какое-то время там по крайней мере если ты молодой у тебя опять будет откат и потом все заново а кто там уже возрасте они понимают что конец их карьеры в принципе вот они сделали свою главную цель дошли до нее и что дальше поэтому у них бывает депрессия мне так кажется когда ты любишь процесс то ты как бы не только ради этой цели живешь а больше даже ради процесса живешь иногда кстати взяли ну кайфуешь больше чем там во время выступления и потому что тоже бывают нервы и все-таки ну очень много нюансов на самом деле поэтому процесс короче помог мне не скатиться вниз но сейчас ну как бы сказать честно что у меня не было таких целей прямо самого начала что я пойду и обязательно я буду танцевать с труппой как бы подумать конечно где-то в глубине душе были мечты конечно мы мечтаем и казалось нереальным честно когда я только начинала мне первое когда это вставал станку надевала пальцы первый раз и пальцы это пуантам ну такую на жаргоне называем обычно вот конечно когда мне сначала другие мечты были мечты станцевать там по деде станцевать в паре с артистом балета это очень здорово это немножко другое когда ты один танцуешь и когда танцуешь с артистом потому что там есть поддержке ну это прям очень интересный процесс я думала что это невозможно помню что я прям шла-помню Я помню эти дни, я помню, где я шла, какая была погода. Я думала, ну нет, такого невозможно. И потом это случилось, и оно как-то само пришло. И были у нас сначала не репетиции, а просто занятия дуэтного класса. Потом какие-то выступления начались. И, конечно, где-то в глубине я думала о том, что классно было бы вообще, возможно ли такое, когда-нибудь выступать. Потому что до этого были выступления. В студии есть отчетный концерт, где я занималась. Сейчас очень популярна в России балетная студия для взрослых, для любителей. Уже лет пять, наверное, шесть. Это мода такая постоянная. Очень много этих студий в Москве, например, их, правда, очень много. И в каждой студии проводят отчетный концерт. Это тоже уже такое, ну, обычная практика, скажем так. Но эти концерты, это как у детей из школы, наверное, это в садике. То есть это любительская такая история, куда приходят родственники, знакомые, друзья. И, ну да, они покупают там билет, потому что арендуется большой зал, пусть даже там иногда театр. Ну, не балетный театр какой-нибудь, драматический обычно. Но все равно это, как бы, можно сказать, такой утренник. Потому что все свои, как бы, ну, ты понимаешь, для меня это не то, чтобы зритель всегда настоящий. Нельзя так говорить, что зритель не настоящий. Но лояльная публика изначально приходит, и она понимает, куда она пришла. А мне хотелось попасть именно на настоящее выступление, в том плане, ну, как бы, что это действительно спектакль, что это работа. Вот. И мне казалось, что это невозможно. Ну, просто как-то я так об этом мечтала. И вот так это как-то, ну, сложилось, пришло к этому. Ну, на самом деле тоже я не то, чтобы прям мечтала об этом. Пока все это происходило, у меня немножко другая, более корыстная цель была, почему я попала вообще в эту труппу. Вот. И потому что, на самом деле, ну, я немножко забегаю вперед, у меня есть такая тенденция, ты меня останавливай, если что. Чтобы мы сразу все карты не раскрывали. Давай, да. Мы сделаем шаг назад. И я хотел узнать вообще, искала ли какие-то другие, более доступные, реалистичные способы, вот, воплощить это желание. Может быть, заняться более доступными танцами, не сразу в балет. Вообще нет. На самом деле, я в детстве какими-то занималась, там, как это называется, ну, забыла все слова. Ну, когда просто какие-то эстрадные, вот. Ну, это было все очень любительский уровень, детские какие-то группы, кружки. Раньше это было популярно, сейчас не знаю, есть такие условия, как кружок. Вот. Но это все прям, правда, было просто увлечение, причем я долго не задерживалась. Как-то я там пописала в одной студии, потом у нас йога была какая-то странная, мы там и танцевали тоже. Вот. И нет, если честно, вообще я не спортивный человек. Детство у меня не было связано со спортом, с хореографией, ни с чем. Никогда об этом даже не задумывалась. Я, в принципе, я же по профессии журналист, и я как бы шла по этому пути. Очень рано я захотела стать журналистом. В классе, наверное, в пятом. Я осознанно вот как раз об этом я говорила родителям, что я хочу быть журналистом. Вот. И когда я начала заниматься, я говорю, что я пришла сначала на боти-балет. Это такая гимнастика на коврике, как это мы называем, ну, на полу. Партерная гимнастика, которая помогает развить данные и научиться каким-то основам балета. Именно на полу это придумано было артистом балета, который восстанавливался после травмы. Очень хорошая гимнастика, очень сложная. И как бы я пришла, чтобы, во-первых, сесть на шпагат, и, во-вторых, конечно, все хотят тоже девочки красивую фигуру, красивую осанку. Ну, понятное дело, что это большой труд тоже, но вот как бы для этого. И поэтому я как-то пришла, мне понравилась эта гимнастика, и я не пробовала никакие другие танцы, никакие другие направления. Не искала. Следующий вопрос, который хочу тебе задать. Кроме такого внутреннего шепота, шепота внутреннего голоса, кто-нибудь тебя отговаривал от этой идеи пойти дальше? Ну, прям отговаривать нет. Мне как-то повезло. У меня такое окружение, что, ну, как-то я всегда была очень такая сама по себе в плане своих задумок. Единственное, некоторые, наверное, искренне не понимали, когда это стало очень, ну, таким увлечением, которое занимало много времени. Ну, то есть близкий человек мне говорил, что много времени этому, я действительно очень много времени этому уделяла. Но прям отговаривать нет. Такого не было, к счастью. И каких-то прям скандалов или ультиматумов мне тоже не ставили. Повезло мне. Даже когда я езжала на гастроли надолго, я тоже вот как-то смогла договориться. Как-то все это... Ну, в общем, мне повезло в этом плане, если честно. А тебе приходилось как-то закрыть какие-то двери в прошлую жизнь или там профессию журналиста? Или у тебя получается это совмещать? Ну, вот когда я поехала на гастроли... Как бы это, на самом деле, Испания, это была моя... Если честно, это были мои вторые гастроли, но просто они были очень масштабные и более серьезные в плане подготовки, в плане труппы, уровня труппы. Поэтому я так, ну, о них больше рассказываю. И я уже морально была готова о том, чтобы рассказывать об этом своим подписчикам. На самом деле, мои первые гастроли случились в девятнадцатом году, как раз осенью. Это было недолго, в Германии. И я тогда особо не распространялась, когда я почему-то это растеснялась. Потому что мне казалось, что нельзя так. Есть такое в балете убеждение, что обязательно нужно учиться с детства, иначе ты, ну, в общем, как бы, ну, не делается так. Они страдали все детство, а тут какая-то пигалица. Я знаю, что некоторые до сих пор так считают, и мои подписчики на канале тоже так считают иногда. Вот. И мы об этом поговорим. Я знаю, что такой вопрос будет, да, про синдром самозванца. Ну, да, да. Поэтому не буду на него отвечать, а отвечу про то, что тогда мне пришлось немножко закрыть, в том плане, что я была в штате, в редакции, и, ну, конечно, когда я уезжала там на несколько недель, на три, по-моему, неделю я уезжала, или на четыре, понятно, что как-то нельзя так уехать просто так. Ну, хотя работа журналиста, она тоже очень лояльная, и я поэтому, наверное, ее выбрала. Я очень любила то, что я могу распоряжаться своим временем. Мне главное было вовремя все сдавать, все делать, и как бы никого не подставлять. Но три, даже месяц, по-моему, это был. Месяц, конечно, это многовато, и я ушла из штата. Но потом, когда я вернулась, у нас программа продолжалась, поэтому я вернулась в программу, просто я работала как бы внештатно. Поэтому, в принципе, да, совмещать мне тоже повезло, что я могла. Ну, конечно, это стоило очень больших усилий, особенно в Москве, и у меня было такое время, я помню, когда я в день успевала на три съемки, три точки, на две репетиции. Я не знаю, как я это сделала, в реалиях Москвы, в большом городе, и понимает, насколько это тяжело оказаться в пяти местах за один день. Вот. И не на одну минуту. Ну, то есть, это реально как-то я вот... Ну, это все, наверное, любовь как раз к балету. Ну, и, в принципе, к журналистике... Четкий менеджмент времени, да? Да, у меня вообще все было рассчитано. Я еще на метро езжу, потому что можно рассчитать, как бы было. И я помню, даже на меня друзья обижались, потому что я с ними поговорить не могла, потому что у меня было ровно пять минут на какое-то дело. А обсудить какое-то другое вопрос. У меня тут реально не было времени. Хорошо. Раз уж мы затронули синдром самозванца, то давай вот к этой теме ближе подойдем. Что тебе помогло влиться в среду балета, и насколько вообще окружение было доброжелательно к новичку? Ну, скажу честно, что помог мой канал. Я думаю, что если бы не он, было бы намного сложнее. Ну, как бы многие уже артисты сами тоже меня знали, знают. И мне везет тоже, опять-таки, как бы люди ко мне изначально позитивно относятся. Я очень этому благодарна. Я не знаю, ну, такой подарок судьбы. Спасибо всем, кто позитивно ко мне относится. Я вас тоже очень позитивно к вам отношусь, потому что я тоже к людям очень хорошо отношусь на самом деле. Ну, и вообще к миру на самом деле. Вот. И это помогло, потому что мне не приходилось, ну, с одной стороны, я стеснялась, я приходила, ну, это нужно прям представить себе, я не знаю, как бы с чем это сравнить. Я пришла в труппу, где там очень много людей, сколько там, 30 человек. Ну, это как бы сборная труппа, это не театр, понятно. На гастроли собирают, часто бывает, что есть какой-то костяк постоянных артистов, но кардебалет, ну, в силу того, что это непостоянная работа, особенно вот, ну, сейчас вообще с этим непонятно, когда ковид, это все случилось, все очень поменялось. А до ковида было очень много гастрольных трупп, и они ездили по России и по Европе в основном, ну, и по Китаю еще. И поэтому постоянно какая-то текучка артистов была. И вот когда я попала как раз во времена ковида, в принципе, все это случилось, очень много людей отсеялось почему-то, ну, не почему-то, понятно почему, потому что артисты остались без работы, им пришлось искать альтернативы, и многие ушли из профессии во время ковида. И поэтому было очень много новеньких. То есть вот этот трупп, который я ездила в Испанию, ее, как бы, можно сказать, почти заново собирали. Ну, там были старички так называемые, которые сольные, ведущие партии танцевали ранее, потому что это такая труппа, она давно существует, и она очень много ездила, то есть там она лет уже, не знаю, 10 ездила на гастроли в одни и те же города, с одним и тем же импресарио. Поэтому, ну, можно сказать, хоть это и не театр, но как бы как театр уже была. Но из-за ковида все поменялось, и вот как бы новая обстановка. Ну, не только с этим связано, но все равно я пришла вот в этот большой коллектив, и пусть там даже кто-то друга знал, кто-то не знал, но мне немножко было стрёмно простым языком, потому что я понимала, что сейчас меня узнают, и буду сразу понимать, что я не профессионал. И не знаю, как бы смысл это минус, да, что вот канал, и меня узнают из-за такого, что оно тут делает. У меня даже было такое на просмотре, когда в эту труппу был просмотр, после просмотра ко мне подошла девушка и сказала такую фразу, Таня, ты молодец, что ты пришла, что ты осмелилась. И она сказала такой непонятный для меня интонация, но это тоже мои тараканы в голове, на самом деле очень много через себя, мы слишком много думаем на самом деле иногда, ну, я лично. И мне показалось, что это больше было не как слова поддержки, а больше как уколоть меня, что типа вот, ну, я не знаю, может быть и нет, может, она хотела меня поддержать тоже вот. Ну, как бы это мои заморочки, но я очень стрессовала по этому поводу, что я не профессионал, что не очень как бы это правильно, но мне так хотелось, и я так это все люблю, что у меня такой девиз вообще по жизни, как, ну, очень избитая фраза, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть потом, вот. И когда такой шанс выпадает, я не знаю, зачем отказываться, это очень странно, мне кажется. Ну, тем более, что важно, наверное, своевременно все сделать и реализовать. Сложнее тебе было бы это делать спустя еще 20 лет. Ну, и не факт, что такое бы вообще еще раз, такой шанс выпал бы. Поэтому надо хватать, пока есть возможность. У меня все для этого было, и время, и место, как говорится. И вот я, возвращаясь к вопросу, я немножко ушла, и как раз то, что меня знают, с одной стороны, да, это минус, с другой стороны, мне не приходилось как бы рассказывать всем свою историю. Все уже как бы знали изначально вводные, поэтому надо было просто принять это, расслабиться, и уже там. Ну, и все равно люди в основном позитивные, наверное, потому что они видели видео и знали, что я там не пафосная, что я не сумасшедшая все-таки. И как бы изначально почти все ко мне хорошо относились, и поэтому это помогло. Потому что если приходишь просто незнакомый человек, незнакомый коллектив, это всегда стресс, ну, любому человеку. А тут как бы я уже немножко, меня уже все знают, немножко знают мое имя, там кто-то сильно общается. Ну, и люди были хороши. Тоже мне повезло. Как бы тоже про балет очень много говорят, да, там про стекло в пуант, вот эти мифы избитые. Но, в принципе, нет, это все, чаще всего, мифы. Конечно, разные коллективы... Пуанты — это, в смысле, так, навредить кому-то, да? Ну, есть такой миф, очень избитый, что балерины, очень большая конкуренция среди них, и они могут даже... Я не знаю, откуда это пошло, если честно, могут подложить... Или была какая-то история, что кто-то подсыпал кому-то стекло в пуанты, чтобы убрать конкурентку, и вот у нее там пальцы в кровь. Но такого реальности на самом деле нет. Конечно, в большом театре, ну, будет часы там, в каких-то таких крупных тропах, коллектив большой, и могут быть какие-то недопонимания. Ну, это нормально, конкурентность всегда, потому что там высокий уровень артистов. Там есть, не знаю, десятки гениальных танцоров, которые могут друг с другом конкурировать за роль. Но они это делают сейчас, по крайней мере, по-другому. То есть такого, что прям кто-то кого-то устранял, какие-то гадости делал, такого прям... Ну, редко сейчас бывает, насколько я общаюсь тоже с артистами, знаю. Ну, там другие истории, другие могут быть проблемы. Поэтому вот эта труппа тоже была очень доброжелательной. В принципе, все заняты со собой. Вот как бы тоже есть такое правило в психологии, что как бы кто... Многие о тебе, в принципе, если честно, и не думают. Все думают о себе. И я вот это всегда старалась, об этом думать, когда мне было не по себе, когда я стеснялась, что-то еще. Я думала о том, что в принципе, по-честному, это всем плевать на меня. Вот. Ну, все равно этот страх присутствовал. Ты его как-то отгоняла или ты его умышленно шла на то, что выходило из этой зоны комфорта? Вот ты упомянула то, что и такой тайм-менеджмент строгий. Вот что тебя двигало к тому, чтобы продолжать? Ну, это немножко... Если мы говорим про тайм-менеджмент, то это было ранее, это было задолго до того, как я попала в труппу, за пару лет даже. А по поводу продолжать именно, когда я прошла этот просмотр и попала уже в эту среду, как, что двигать... Ну, на самом деле, у меня всегда такое есть, что как бы у меня не было страшно, если я это очень хочу, то я знаю, не знаю, откуда это у меня знание. Может быть, книги помогли, в детстве я читала много. Что надо преодолеть просто всегда вот за этим страхом. Ну, и вообще есть такая тоже, где-то я, видимо, читала, что за вот этим вот страхом надо вот его прям идти, закрыть глаза и преодолеть, потому что потом будет классно, потом будет интересно. И когда хоть раз в жизни вы это испытаете, почувствуете, вот вы преодолели, пусть это будет маленький какой-то, ну, маленькая ситуация, не обязательно, что сразу большое и очень пугающее. Вы почувствуете этот кайф, это тоже как, ну, своего рода наркотик, в хорошем смысле, потому что когда ты преодолел и почувствовал эту энергию и эти ощущения, то ты потом захочешь это повторить. И действительно, и вот даже вот, я немножко общалась с психологами, и говорят, что нужно запоминать эти ощущения, чтобы потом заново смочь пройти какой-то путь. Не знаю, я, наверное, как-то очень сложно говорю сейчас, нет? Нет, мне отзывается, то есть вроде как, есть даже выражение такое, за каждой бурей, после каждой бури есть радуга, вот, и важно просто это осознавать, стремиться, и вот с этим ощущением, ну, может, якорить даже вот это ощущение, когда ты встречаешь радугу, успех, чего-то добиваешься, это на самом деле повышает уверенность человека. Да, вот мне психолога говорил, ну, я просто была на интенсиве балетном, и там был психолог, очень классные были сессии, они были, правда, не индивидуальные, у нас была группа, но как раз он меня, ну, говорил, как можно заякорить, ну, наверное, все знают, да, эту технику, что нужно попытаться вспомнить те ощущения и сделать какой-то якорь там на руке, на пальце, не знаю, там что-то зажать, кулак, как-то попытаться, ну, запомнить движение, и чтобы, когда тебе будет сложно в следующий раз, ты мог эти ощущения вернуть. Ну, если честно, я не помню, чтобы я потом этим пользовалась, но сама идея мне понравилась, что можно вернуть эти ощущения. А это своего рода было, как вот спортсмены используют психолога для того, чтобы собраться, внимания, сконцентрироваться в ответственный момент, это для этой задачи было? Нет, это просто был балетный интенсив, где такая, как бы, была идея организатора, помимо практики танца, да, у нас были сессии с очень интересным человеком, у него, он даже не то, что психолог, у него там, в общем, он больше коуч, я не знаю, это такая история, тоже другая, в нее не хочется уходить, но он рассказывал, как бы, про суть психологии с разных точек зрения, там, как личность формируется, от чего зависит характер, и от чего зависит вот эти вот выполнения тех временных целей, ну, в общем, интересно, ну, не знаю, общеразвивающая такая история, там были и дети, и взрослые, поэтому это была общая история, такая развивающаяся, но мне очень, прям очень, потому что у меня все-таки мозг, это все-таки журналиста, и мне интересно узнавать новую информацию, копаться в ней, что-то применять, это уже такой, наверное, даже не навык, вот мы тоже про журналистов говорят, что нужно быть, не становиться, не учиться журналистам, это склад ума такой, когда тебе реально все интересно, вот у меня вот такой склад ума, мне даже бывало, что я, мне интересно то, что я думаю, боже, зачем я это спрашиваю, как бы, ну, зачем мне это интересно, я сама не понимала, но вот мне всегда все интересно. А ты вот упомянула про конкурентную среду среди, ну, в самой труппе, хотя, ну, в моем представлении, это как бы одна команда, которая дарит какой-то вот эстетический экстаз зрителю, работает в одном направлении, хотя, видишь, внутри, получается, очень конкурентная среда бывает, или существуют такие группы, где люди друг друга поддерживают? Ну, вот в нашей истории в прошлом году была, в принципе, очень хорошая труппа, лояльная, конкуренции там никакой не было, потому что я говорю, что там был Костяк, который уже танцевал не один раз на этих гастролях, и, конечно, они танцевали, ну, у них даже уже были партии, которые они постоянно танцуют, и на них никто не мог претендовать, в принципе, наверное, поэтому еще не было конкуренции, вот, и были новички, которые пришли вообще первый раз в этот тур из разных городов, вот, и даже там из Беларуси тоже были ребята, и, в принципе, там из Беларуси, то есть новички тоже танцевали сольные партии, не то чтобы сразу новичков забегают куда-то, просто берется, наверное, по опыту и по силам больше, то есть педагог, балетмейстер, она смотрела, кто как танцует, кто с чем сможет справиться, и еще балет, это визуальное искусство, смотрят, конечно, по данным, по фигуре, по линиям, и, в общем, очень много нюансов, вот, и поэтому конкуренции не было, и была поддержка, в принципе, была команда, вот как ты говоришь, что мы там должны подарить, в принципе, цель-то какая, станцевать спектакль, чтобы зрители вышли с улыбкой, чтобы они вышли воодушевленные, ведь ради этого всего делается это действие, и для зрителя, в принципе, даже не так, как бы, им, конечно, важно, кто солирует там, кто ведет, но без кардебалета, без вот общей атмосферы спектакль не получится, это как бы вот, и педагог всегда говорил на репетициях, в принципе, есть такая история, что, ну, чтобы все это понимали, участники трупа, потому что, если будет какая бы ни была гениальная главная балерина, как бы она ни была красивая, прекрасная, если кардебалет будет унылый, грустный, я не знаю, без настроения, то это спектакль не получится, зритель не получит этих эмоций, вот, поэтому мне повезло, ну, да, ну, в театрах, конечно, ну, как бы не буду никакие называть там театры, но, в принципе, это тоже, это очень все зависит, на самом деле, как везде, от руководства, если руководство адекватное, если руководство, ну, как бы всегда руководитель закладывает какие-то основы, и вот, допустим, в журналистике тоже, в моей редакции всегда была очень дружная команда, и было у нас, у нас были программы, где мы просто жили там вместе, я не знаю, на работе, и еще потом оставались после работы, потому что нам было очень классно вместе, это все зависит от, наверное, атмосферы, потому что ее создает руководство, я так думаю, наверное, вот, ну, и, наверное, какое-то притягивает, одно притягивает другое, я в это тоже верю, что обычно, когда коллектив в целом хороший, если приходит какой-то человек, не очень, то он либо не задерживается, то либо его не очень там видно и слышно, потому что общая составляющая людей, она как бы подавляет этот негатив, а если коллектив изначально такой ужасный, то, конечно, будет неприятно, и, наоборот, хорошим людям будет сложнее. Хорошо, Таня, я так понимаю, что ты, столкнувшись с балетом, прошла немало ограничений, ты можешь какие-то вот ключевые моменты вспомнить или сейчас осознать вот в своем распорядке дня, питания, тренировок, которые вообще могут быть применимы не только в балете? Вот, что бы осталось в твоем распорядке дня, в жизни, там, на долгие годы? Ну, про питание скажу, что началось, я как бы не то, чтобы я придерживалась каких-то диет или совсем уж прям правильного питания, нет, у меня, в принципе, нормальный такой образ жизни, здоровообычный, так скажем, но с ним разбираться я начала задолго до того, как я стала усиленно заниматься балетом, потому что я работала в программе потребительской, в которой мы рассказывали про продукты питания в стране, делали экспертизы, я побывала на многих заводах, увидела, как что производится, из чего, и тогда уже это сформировалась какая-то у меня, ну, перемена, это у меня было очень молодой еще тогда, и я действительно поменяла очень много привычек вкусовых, потому что, ну, увидела, чем это я снимала, я снимала врачей, там, снимали мы иностранных специалистов, и я узнала, как это вредно, и, в общем, тогда я перестроилась очень сильно, поэтому, когда я начала заниматься балетом, в принципе, я уже не думала там о том, что надо как-то там, ну, мне еще повезло, что фигура такая, в принципе, что мне худеть особо не надо было, ну, и вообще, конечно, любители и не худеют, если честно, кто приходит, они же приходят, ну, заниматься, ну, похудеть, но не то, чтобы сидеть на диету, как там говорят балерины, ничего не едят, а по поводу, ну, скорее, конечно, снятия сформировали привычку, во-первых, заниматься, это очень классная, очень классная привычка, потому что, когда сначала, конечно, сначала там бывает непросто заставить себя после работы, я снималась раньше по вечерам, когда начинала, бежала со съемок, опаздывала, там, мне очень приятно опаздывать, потому что тоже нужно разогреться, болеть это очень нужно, чтобы прийти вовремя и разогреть свое тело, если опоздаешь на 10 минут, ты, можно сказать, пропустишь самое главное, разогрев, и уже начинать со сложных вещей не очень правильно, не очень как бы, ну, эффективно, вот, вот, и вот были, конечно, такие, когда там устаешь, не знаю, спать хочешь и так далее, ну, преодолевал ты это сначала, просто потому что там, изначально потому что был куплен абонемент, банально там, не хотел стереть деньги, и чтобы занятие сгорало, потом, ты видишь какие-то изменения в теле, ты уже этим себя мотивируешь, потому что, ну, как бы понимаешь, что ты не зря это все делаешь, а потом, через какое-то время, не могу сказать срок, честно, ты уже не можешь без физической нагрузки, и поскольку это та нагрузка, которая мне подходит, которую я люблю, я именно без этой нагрузки не могу, то есть, когда я уезжала там в отпуск надолго, или что-то еще, в какой-то момент начинается ломка, и действительно хочется заниматься, точить носок, как мы это называем, стоять у станка, а ты... А что, что вытащить? Точить носок? это называется, да, стоять из станка, станью делать, вот. Ясно. И, допустим, в ковид очень не хватало этого, я занималась каждый день, купила себе кусок линолеума специального балетного, ну, конечно, это нельзя назвать полноценными занятиями, но вот телу не хватает, и это классная привычка, за которую я просто благодарна, но это не только балет, у меня любой, кто занимается чем-то долго, подтвердит, я думаю, сейчас любой слушатель наш, подтвердит, что когда ты привыкаешь, ты потом без этого не можешь, а это ведь классно, кто-то привык валяться на диване, это тоже привычка, кто-то привык заниматься чем-то, все привычка, все и то, и то привычка, просто она по-разному сказывается на нашем здоровье и состоянии. Ну, и потом это все на физику переходит, на физическое имею, ой, господи, психику, то есть начинается с тела, а потом это меняет твой менталитет, твою психологию, отношение к жизни, это так все сложно кажется, но на самом деле так все взаимосвязано. Я с твоей помощью такой интересный мир открыл для себя, я вот никогда не задумывался, что ламинат может быть, скажем, вступать в конфликт, ну, не в конфликт, а быть не идеальным покрытием для танцев, а вот ты еще упомянула, что есть, оказывается, специальный линолеум для балета, столько интересных нюансов. Ну, наверное, как в любом спорте, я вот скандинавской ходьбой еще ни разу не занималась, ну, я тоже, кстати, интересно попробовать когда-нибудь, может быть, где-нибудь подвернется такой случай, потому что в Москве, если честно, не очень мне хочется, мне кажется, это нужно заниматься где-то, где красивая природа, море, или что-то еще, ну, в общем, там же тоже, наверное, очень много нюансов есть, какие-то специальные приборы, обувь какая-то должна быть, я уверена, что если бы покопаться, и валяйте свои нюансы. вот в большом городе есть такое заблуждение, кажется, что когда едешь по улицам, что некуда выйти, что негде гулять, но когда оказываешься пешеходом, то начинаешь открывать для себя парки, их названия, эти зеленые зоны, зеленые кольца, вот, и в Москве тоже немало любителей, которые находят укромные места, где можно прекрасно заниматься на свежем воздухе. Ну, может быть, он относительно свежий, но, тем не менее, тоже быть в окружении природы, а не бегущих машин и пешеходов. Ну, я согласна, я вижу людей, я вообще радуюсь, когда разного возраста, кстати, которые занимаются этой ходьбой, вот, ну, это же понятно, потому что специальные тоже, а палки, кстати, это как на лыжах, те же самые, да, используются. Чуть другие конструктивно, то есть они короче, в них внимание уделяется такой темляку, который вот как жестко фиксирует пальцы ног в пуантах, так у нас более жесткая фиксация идет руки для того, чтобы можно было делать продолжительный толчок. Вот, вы видите, как интересно, ты про пол говоришь, а я не про палки, Вот везде свои нюансы. Ну, я к тому, что я радуюсь, когда люди, я вообще, был такой бум у нас года, до ковида, наверное, когда прям спорт стал таким, спорт вот, или занятия любые, стало как-то, это не только модно, вот одно время еще, когда я была студенткой, я помню, появились эти фитнес-клубы, ну, я сама приехала в Москву только, и это было еще не очень доступно, дорого и модно, скорее это была мода, там какие-то люди, которые могли себе позволить, менеджеры, у них были карты, фитнес-клуб, и они ходили туда заниматься, а большинство как бы людей, ну, кто-то, я верно, что занимался как и раньше, там на площадке, да, спортивной, как мой папа там отжимается и так далее, но это все-таки было мало, а потом стало очень модно, и это так прикольно, когда люди стали заниматься этим не ради моды, а ради, люди стали увлекаться этим, какие-то разные направления, столько всего появляется, и это, мне всегда это очень радует, мне кажется, это здорово, мне кажется, такие люди, они не только физиологические, физические, другие, и все равно психологически они как бы спокойнее и как-то лучше, не знаю, я так считаю. Таня, вот у тебя есть классный канал «Таня плюс танцы» на YouTube, и я для себя с удивлением обнаружил ряд видео, даже серий видео, которые могут быть полезны не только тем, кто увлечен танцами, балетом, но и тем, кто желает скорректировать осанку, кто желает улучшить свое самочувствие, поработать над растяжкой. Ты можешь примерно сориентировать слушателя, вот куда стоит зайти, вообще, что ты создаешь и кого ты приглашаешь? Ну, да, да, сначала, изначально, конечно, большая часть видео посвящена все-таки тем, кто занимается балетом, имея в виду для них сделанные выпуски, но в принципе как-то так сложилось, что я нахожу, нашла таких людей, которые тоже развиваются, стоят на месте, педагоги, и не просто преподают там балет уже или ушли даже от этого, а больше, ну, как бы, диалоги такая, и сейчас, наверное, на канале, и у меня в жизни, это как раз за осознанную работу со своим телом, потому что это помогает дольше оставаться здоровым, не болеть, и в принципе, я согласна с тем, что это помогает предотвратить многие заболевания в будущем, вот, и одна из таких гостей, которых я постоянно снимаю, это Ксения Корнячук, можно прям найти на канале, есть плейлисты, и вот называется плейлист Ксения Корнячук плюс танцы, ну, там, допустим, там, выпуски плюс танцы, как-то так, они там разные, и вот есть ее плейлист, если на него нажать, то с ней выпадут очень, ну, все почти, или все, да, все видео на канале, это очень давно, их очень много, можно их пересмотреть, это такая система, она сама балетная, человек, но она давно уже не в профессии балетной, но вот она пришла к этому методу Филлен Крайса, и обучилась, и очень долго его преподает, и адаптировала его сначала под балетных, а потом вообще, в принципе, под нужды людей, и когда я первый раз к ней попала, я сначала не понимала вообще, что это, что происходит, что от меня требуется, потому что, ну, я привыкла заниматься, потому что балет очень сложный, ты там весь зажимаешься, втягиваешь себя, не знаю, все, что можно, и когда я пришла к ней на занятия, я не почувствовала, там, я не вспотела, я не знаю, не ушла там, не выползла из зала, обычно большинство людей считают, и я так тоже считала, ну, и до сих пор, наверное, иногда считаю, но не на каждом занятии, что нужно устать, что нужно вспотеть, что нужно, чтобы мышцы заболели, и тогда это какой-то эффект будет, от занятия, и тогда потом будет результат, но вот, просто снимая Ксении, попробовав сначала на себе ее методику, я поняла, что это не всегда так, а потом, в принципе, и с другими людьми тоже я там общалась, и попадала на мастер-классы, и поняла, что есть другие методы, которые помогают по-другому воздействовать на тело, и это работает в комплексе, когда ты, ну, и так, и так можешь, и там качать пресс, и при этом потом понять, что происходит в твоем организме, как вот там Ксения рассказывает очень подробно, что нужно почувствовать, в общем, вот ее метод помогает сначала скорректировать работу тела, вот есть такое направление, кинезиология, может быть, тоже знаете, вот, вообще я имею в виду, не только ты, а вообще все, кто слушает, вот, а это как кинезиология, без кинезиолога, то есть ты работаешь с своим телом, ну, сам, тет-а-тет, и ты пытаешься понять его, его почувствовать, найти те же мышцы, связки, которые гипертрофированы, которые работают слишком активно, и те, которые наоборот отключились, то есть у нас же, когда одно работает, другое может наоборот не работать, это не очень хорошо, потому что одна часть как бы атрофируется, а другая будет уставать, там, начнутся всякие травмы, ну, это я своим очень простым языком говорю, конечно, Ксения это рассказывает все более профессионально, и, в принципе, понятно, я думаю, она очень всегда объясняет, поэтому вот попробуйте. Да, очень доступно, так понятно, и много мне понравилось, вот когда Ксения обращает внимание на дыхание, на диафрагму, на то, как межреберные мышцы работают, вот, мне было очень полезно. А что можно ожидать в платной подписке твоего канала? Это более углубленные версии, это более частный разбор упражнений? Ну, сейчас, если честно, не могу сказать, я не понимаю сама, есть ли у нас в России в данный момент возможность платной подписки, она была точно отключена в феврале, там, в марте прошлого года, и после этого эти платные видео были переведены на другую платформу, поэтому я всегда под всеми видео пишу ссылку на WhatsApp, если кто-то заинтересуется и захочет узнать, какие есть возможности заниматься еще, помимо, там, этих бесплатных видео на канале, то можете написать, можно я такую сделаю, как бы, отсылку? Да, пожалуйста, я в описании смогу расположить ссылки, контакты, чтобы можно было связаться и продолжить. Сейчас грузить не буду, тем, кому интересно, пусть как бы связываются уже отдельно, но просто расскажу, что когда эти видео есть, просто они в другом месте, и это уже полноценное занятие, потому что на канале все-таки формат, мы что-то делаем, но мы как бы не уделяем каждой там части, клеточке, тела, или, допустим, с той же Ксенией столько времени, чтобы проработать, она рассказывает суть, но это все-таки как этот, такой общий экскурс, а в этих видео, которые там у меня были «10 шагов в станку», это для тех, кто именно непосредственно занимается танцами, ну, и балетом, но не только балетом, потому что, в принципе, навыки, которые применимы в балете, они и в других направлениях часто бывают нужны и помогают, например, там и в танго, и в каких-то еще, в общем, разных направлениях танцев. Вот, и это была такая серия выпусков, и еще была просто серия выпусков про здоровье, где люди могут как раз тестировать свои вот разные там части, начиная от кончиков пальцев, заканчивая там шеей, ну, макушкой, я так условно сказать, и понять. И там уже это все более спокойно, и именно как бы, как будто, ну, включи-занимайся, я это называю. Ты включаешь, и можешь, в принципе, вместе с нами делать это в режиме вот записи. Ну, ты знаешь, я вот сейчас зашел на твой канал, и там есть кнопка «Спонсировать», можно ставить спонсором, и я так понимаю, что у меня будет доступ к онлайн-курсу за 3,99 в месяц. Мне нужно с этим разобраться, если честно, я как-то все пытаюсь, но иногда я не понимаю, я не могу найти информацию. В общем, ладно, я разберусь, я обещаю. Ну, в общем, да, если есть какая-то возможность ссылки, то лучше ссылку, я расскажу все, что возможно, потому что тут непонятно все, у нас то работало, то не работало, может быть, работает не для всех, я не знаю. Может быть, из России не работает. Скорее, в России у нас монетизация вообще не работает, видимо, может быть, поэтому, да. Хорошо, ну, мы вкратце рассказали даже, где тебя можно найти, как зато последовать тем, кто причастен не только к скандарской ходьбе, но и к танцам. Может, еще что-то упомянуть, либо свой инстаграм-аккаунт? Который у нас тоже запрещен, и мы должны обязательно об этом говорить, что он является в России экстремистской организацией. Но у меня легко найти по хэштегу Таня Танцы, если, чтобы не искать сложное название, просто хэштег Таня, Таня плюс Танцы, Таня Танцы. Я его ставила раньше часто, и, ну, да, в принципе, да, это два, две социальные сети, которые я активно веду, потому что остальные мне сложно успеть все. И я в этом злополучном инстаграме я более доступна, скажу так, если, допустим, кому-то хочется задать вопрос и пообщаться. Ну, там вообще удобнее связь с людьми поддерживать, потому что YouTube, к сожалению, ну, как бы до сих пор, как бы они там его не апгрейдили, все равно даже комментарии я отвечаю, стараюсь отвечать. Я сейчас вижу, да, что мне написали, приходят в приложении, но я не всегда уверена, что человек сразу увидел, ну, как-то связь с задержкой такая между нами, с аудиторией, а в инстаграм это все гораздо быстрее, в директе написали, я стараюсь отвечать. Ну, если только совсем не глупые какие-то ужасные вопросы или не очень личного характера. Хорошо. Спасибо большое за то, что поделился со своей историей. Я думаю, что она вдохновит не только 20-летних на изменения в жизни, но и тем, кто гораздо старше. Можно я добавлю? Спасибо большое, Александр, что пригласил. И про вот возраст. Мне вообще это не нравится история, это какая-то наша советская история, что мы ограничиваем себя, у нас есть какие-то периоды, обязательно нужно до этого времени получить образование, а до этого времени родить ребенка, а до этого времени уже, чтобы у тебя была карьера постоянная и потом понаказанной. Я с этим не согласна, мне кажется, вообще жизнь, дай бог, долгая, и вообще нельзя ставить какие-то криклес на себе. Вот, допустим, я попала в балет 23, в труппу попала, мне было уже в прошлом году 34 мне исполнилось, и как бы это все кажется нереальным и ненормальным. Ну, а зачем? Ну, те, кто хочет за нормальностью, у них обычно не очень интересная жизнь. Я не говорю, что быть ненормальными, но просто не надо себе говорить, что ой, мне уже 40, я не пойду никуда танцевать, и все будут смеяться. Я рада, что сейчас, по крайней мере, в Москве, но не только в Москве, вообще я тоже подписчик, и они там во всей России, из бывших стран Советского Союза, и многие начинают задумываться, ну да, лучше, конечно, начать в 18, чем там в 50, заниматься своим здоровьем и телом, чтобы не было изначально проблем. Но если человек пришел там в 50-60 к этому, это тоже прекрасно, что он задумался, он продлит и улучшит качество своей жизни все равно и будет активным. И я говорю, я против того, чтобы мы думали, что вот мне уже там 70, и я не поеду никуда там в поездку, и не знаю, потому что мне будет тяжело. Я не согласна с этим. Мне кажется, это все ограничения нам навязаны были, не знаю, каким-то менталитетом советского времени, что ли. Да, мне кажется, даже ограничение по количеству лет, которые может прожить человек, оно тоже, соответственно, подталкивает организм к определенному образу жизни, к смешению активности. Ну, сейчас все сдвинулось, я помню, потому что сейчас все сдвинулось, сколько я вот снимала, не только это с балетом связано, вообще сейчас сдвинулись очень сильно эти рамки медицины и качества жизни, позволило нам, даже вот как выглядят люди, все равно выглядят более моложе, даже уже в возрасте без операций, без каких-то инъекций, многие люди все равно выглядят лучше, внешне даже. Плюс знания, люди стали заниматься, узнавать, как бы задумываться, позволили себе, время, что ли, я не знаю, позволило людям больше об этом задумываться, потому что раньше там другая идеология была, люди об этом не думали, нет, кстати, не согласна, другая тема, потому что, видите, спорт всегда был в Советском Союзе, там зарядка была и обязательная на производстве и так далее, то есть они думали о спорте, я не могу сказать. Да, да. Ну, в общем, да, это такая другая тема, в общем, нет, не надо себя ограничивать и ставить крест, что мне уже вот столько, и я не могу, мне слишком поздно. Хорошо, большое спасибо за твой пример, за то, что ломаешь шаблоны, представления и за то, что побывала в гостях. Спасибо большое за приглашение, всем здоровья, удачи, новых открытий и не бояться. Нравится подкаст? Напиши отзыв в Apple Podcast, Spotify, Stitcher. Это будет жирный плюс для популяризации подкаста. Появились инсайты, идеи? Оставь их в комментарии на CastBox или GoodPots. Эти названия тебе ни о чем не говорят? Тогда расскажи друзьям, что слушаешь увлекательные истории и полезные выпуски про ходьбу в Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Прям покажи на телефоне, как это просто. Каким бы плеером для подкаста ты не пользовался, подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok